Инсталайв Инсталайв Я работаю в Химическом институте старшим научным сотрудником. Достаточно давно уже защитил диссертацию. Являюсь соавтором свыше 30 научных статей, руководителем научной группы. Несомненно, мою дальнейшую жизнь определила участие в химических олимпиадах. Я дважды становился золотым медалистом Международной олимпиады по химии в 2001 году в Индии и в 2002 году в Голландии. Также завоевывал золотые медали Менделеевских и первые места Всероссийских олимпиад. Я стал работать с нынешним молодым поколением. Возглавил химическое олимпиадное движение Республики Татарстан, что дало новый мощный приток школьников, которые побеждают в различных олимпиадах и тем самым приносят честь и славу не только себе, но и республике как образовательному кластеру. А самое главное, затем они становятся нашими студентами и добиваются новых успехов в науке и технологии. Впервые с химией я познакомился в 8 классе. Заинтересовать меня этим предметом смогла моя учительница, после чего я серьезно ему влекся. Начиная с 9 класса я начал участвовать на олимпиадах различного уровня. В 10 классе мне удалось стать абсолютным победителем на 49-й Всероссийской олимпиаде, проходившей в городе Курске. Эта победа дала мне возможность поучаствовать на Международной Менделеевской олимпиаде, которая проходит среди стран СНГ и бывшего социалистического блока. Там я в том же году занял бронзовую медаль. Последний год моей учебы в школе Всероссийской олимпиаде проходил в городе Казань. Именно там я познакомился с Казанским университетом и твердо решил поступать именно в КФУ. В университете я принимал участие на Международной студенческой олимпиаде, где в прошлом году я завоевал золотую медаль, попередив даже сильнейших участников из МГУ. Сейчас я работаю над совместным проектом КФУ и новым предприятием Казаньска Силикон по разработке промышленно востребованных катализаторов. Меня зовут Михаил, я студент 3-го курса Химического института имени Бутлерово Казанского университета. Химией я увлекся с первых уроков в школе. Мой ум будоражили и взрывы, и строение атома. За этим увлечением быстро последовали успехи в олимпиадах. И уже с конца 8-го класса я занимался на химфате. В школьные годы я стал трехкратным победителем Всероссийской олимпиады, а также взял серебряные медали на Международной и Мензереевских олимпиадах. По окончании школы я решил остаться в Казани и в ускоренном темпе освоил основные университетские курсы по химическим дисциплинам. Это позволило мне продемонстрировать лучший результат среди всех российских студентов и аспирантов на Международном форуме КемКам. Кроме того, я представлял сборную нашего университета на Международной олимпиаде по химии в Иране. Там наш университет стабильно занимает лидирующие позиции. В частности, два года назад я и мой одногруппник Руслан взяли сразу две золотые медали. И такого результата не было ни у одного другого университета. Однако полгода назад я решил перейти к научной деятельности на кафедре физической химии и решил напоследок съездить на Международный турнир естественных наук, где мы одержали убедительную победу, обыграв все российские университеты, университеты ближнего зарубежья, а также Индию и Индонезию. Меня зовут Амир, и этим летом я поступаю на химический факультет КФУ. Еще будучи школьником, я увлекался химией, в том числе участвовал в химических олимпиадах. Например, я дважды был победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. И своим наивысшим достижением я считаю золотую медаль в составе сборной России на Международной Меделиевской олимпиаде, которая проходила в этом году в Москве. В этой олимпиаде участвовало 25 стран, в том числе страны бывшего СССР, Восточной Европы, Монголия, Израиль. Также этим летом я буду принимать участие в Международной студенческой олимпиаде в составе сборной университета. И надеюсь, что и на этой олимпиаде смогу показать высокие результаты. Трижды я был победителем Всероссийской олимпиады по химии. Кроме того, я был победителем Республиканской олимпиады по физике, в связи с чем был участником Всероссийской олимпиады по физике в Петербурге. Также мне удалось дважды участвовать в сборах команды России по химии в Москве, на которых ежегодно производится отбор команды участников на Международную олимпиаду. Само попадание на эти сборы считается довольно сложной задачей для учеников. Но для попавших на сборы задача еще усложняется вследствие большой конкуренции. Ведь из 20 человек, попавших на сборы, только четверо поедут на Международную олимпиаду. И вот после двух дней решения непростых теоретических и экспериментальных проблем оглашаются именно четверых, вошедших в сборную команду России. И в этом году в эту четверку удалось попасть и мне. Уже в июле этого года я поеду в Тбилиси защищать честь нашей страны на Международной олимпиаде, в которой принимают участие порядка 60 стран. Вообще, побывав во многих вузах нашей страны, в Москве, в Новосибирске, я имею возможность выбирать тот вуз, который впечатлил меня своей перспективностью, оснащенностью, оборудованием. Но сравнивая другие вузы с Казанским федеральным университетом, я однозначно делаю выбор свой в пользу Казанского федерального университета. Субтитры создавал DimaTorzok Небольшой ролик у нас был о химическом институте имени Бутлерова. Предлагаю начать с вопросов, которые мы заранее для вас подготовили. Итак, первый вопрос, который, собственно, волнует всех абитуриентов. По каким предметам надо сдавать ЕГЭ, кроме химии, чтобы поступить на химика? Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, их родители. Традиционно в нашем химическом институте принимают студентов на направление подготовки химии, это программа бакалавриата, и направление подготовки педагогического образования профиль химии. Поэтому вот эти две бакалаврские программы предполагают и сдачу различных ЕГЭ. Если вы хотите быть химиком, то есть хотите поступить на программу бакалавриата химия, вам надо сдать ЕГЭ по химии, по математике и русскому языку. И, естественно, по направлению педагогическое образование там несколько другие дисциплины, но химия также присутствует. Нужно сдать ЕГЭ по химии, естествознанию и русскому языку. Также у нас реализуется программа подготовки специалистов. Здесь также нужно подать документы с сертификатами ЕГЭ по химии, математике и русскому языку. Вот о специалитете я хотел бы поговорить в следующем вопросе. Есть ли в этом году бюджетные места научного форума специалитета прикладная химия? Сколько нужно баллов по результатам прошлого года? Ориентируемся пока на них. В соответствии с существующей классификацией, у нас программа бакалавриата называется химия, а программа специалитета называется фундаментальная и прикладная химия. Безусловно, уже много лет мы сохраняем направление специалитета, и в этом году нам Министерство образования предложило 53 бюджетных места на направлении специалитета. То есть бакалавриате у нас 51 бюджетное место, на специалитете 53 бюджетных места. А сколько баллов, вот опираясь на опыт прошлого года, необходимо, чтобы поступить на бюджет? Ну, если смотреть опыт последних 10 лет, то надо сказать, что баллы, скажем так, проходные баллы из года в год растут. Но если взять опыт последних уже 5-3 лет, то проходные баллы меняются в интервале от 220, 230, 235 баллов. Это на направлении химия. И чуть-чуть пониже, на направлении педагогическое образование, там достаточно иметь баллы суммарно по трем экзаменам. Это на уровне 180-190 баллов. А есть ли заочная форма обучения в химическом институте предусмотрена? Нет, в химическом институте только очная форма обучения. У нас нет ни вечерней формы, ни заочной формы. А давайте немножко поговорим о международном сотрудничестве. Есть ли у института какое-то партнерство с коллегами из других стран? Ну, если говорить о партнерстве, то здесь нужно обсуждать, скажем так, многогранно. С одной стороны, это партнерство или сотрудничество на уровне студенчества. То есть, это студенты, они могут сотрудничать и по предлагаемым направлениям, могут самостоятельно выходить в режиме онлайн на определенные химические школы, выигрывать гранты и, соответственно, выезжать на стажировки в институте. Ну, вот последние годы у нас ребята выезжали и в Соединенные Штаты, и в Чехию, в Прагу, и в Гельсинский университет в Германии, во Францию, в Страсбург. Кроме того, у нас есть программа двойного диплома, но эта программа касается магистратуры. Это программа образовательная совместно как раз со Стравовским университетом во Франции. И в соответствии по окончанию вот этой магистратуры у нас студенты получают два диплома. Диплом российского образца и диплом европейского образца магистр химии. Расскажите, пожалуйста, более подробно о магистрском направлении инновационные материалы и методы их исследования. Магистратуры Ну, магистрская у нас магистрская программа она общая, то есть у нас направление тоже будет называться химия, а там несколько профилей. То есть специализация у магистра будет разная. Мы там предлагаем очень интересные программы, там медицинская химия пользуется, большую популяризм хемоинформатика, это современное направление, но и в том числе вот инновационные материалы, то есть сейчас очень модно создание новых композитных материалов, поэтому у нас такая программа тоже существует. Ну, что, вот традиционно есть общие курсы, которые для всех профилей одинаковые, они будут касаться современного развития в направлении химии, какие-то философские вопросы, и, естественно, предлагаются спецкурсы касательно уже инновационных материалов. То есть тут, опять же, специализация будет касаться именно научных школ, научных лабораторий, которые реализуются в нашем институте. То есть они непосредственно будут работать в лаборатории и слушать спецкурсы для того, чтобы уже лучше выполнять практические задачи, выполнять выпускную квалификационную работу, она называется магистерская диссертация. Вот в таком ракурсе реализуется обучение в магистратуре по этой программе. У нас еще такой частный вопрос. Если я хорошо знаю теоретическую химию и успешно сдам ЕГЭ, но при этом у нас в школе не было практической части, например, из-за отсутствия реактивов, то смогу ли я нормально учиться в университете? Ну, при поступлении в химический институт мы не требуем уже иметь навыки работы, то есть навыки выполнения химических экспериментов. Естественно, по требованиям необходимо только знание результатов ЕГЭ, поэтому там в первую очередь задается именно теоретическая часть, а навыки вы можете приобрести уже с первого курса, потому что вы будете выполнять практические работы не только в курсах отдельных видов химии, но и можете буквально на первом курсе посещать какие-то научные лаборатории и уже выполнять вместе с более старшими студентами, научными руководителями непосредственно химические эксперименты. То есть это дело нажимное. Есть у нас очень интересный вопрос. Химики проходят практику только в лабораториях университета, ну и вообще более подробно расскажите о том, как реализуется практическая часть обучения. Ну, химия — это естественная наука, она, безусловно, подразумевает, как теперь модно говорить, компетенцию владеть химическим экспериментом. То есть, естественно, для этого нужна большая практическая база. И практику они выполняют в ходе лабораторных работ в курсах отдельных химии. Это неорганическая химия, физическая химия, органическая химия. Ну, в общем, очень много дисциплин по химии. Но и также предполагается практикумы. То есть, имеется в виду, это непосредственно ребята могут и выезжать, и могут находиться в лабораториях химического института. Куда обычно выезжают ребята? По месту жительства, если у них есть потом желание работать в том или ином учреждении, в том или ином предприятии. Они заключают договор непосредственно этого студента, и он может выполнять практику на базе этого учреждения. У нас в Казани очень много вузов, например, химический научный исследователь и технологический университет. В лабораториях этого института можно также выполнять отдельные практические работы. Далее у нас очень много академических институтов, например, институт органической и физической химии. И поэтому очень большое количество наших студентов выполняет практические работы на базе лаборатории этого института. А как обстоят дела с физикой, спрашивают? Говорят, что ее нужно знать на очень высоком уровне. Так, но при поступлении в химический институт и на направлении химии, в том числе уже тем более, скажем так, на направлении педагогическое образование, ЕГЭ по физике не требуется. Но в программе образовательное направление химии физика изучается со второго семестра. Надо сказать, объем физики значительный. Физика изучается на втором, третьем и четвертом, во втором, третьем, то есть три семестра. И, скажем так, охватывает буквально все разделы физики, потому что все-таки естественно науки, физика и химия, особенно если направление брать физическая химия, это наука именно на стыке этих двух направлений. Поэтому физику надо знать, но вы можете ее изучить уже будучи студентом химического института. А как обстоят дела с иностранными языками? Преподается ли английский, французский, немецкий или может быть что-то другое? Ну, последние годы в нашем институте набираются группы на английский язык и английский язык изучается три семестра, но по желанию ребята могут попасть в группу французского, немецкого языка, но обычно таких бывает мало, и поэтому формируются межфакультетские группы уже получается других языков. Но нужен именно европейский язык. А на каком курсе происходит распределение по кафедрам? Спрашивают у нас. Абитуриенты поступают, становятся студентами первого курса химического института на направление химии. И вот направление химии у нас пять профилей. Это неорганическая химия, аналитическая химия, органическая химия, физическая химия и элементы органической химии. И вот в соответствии с этим профилем у нас пять выпускающих кафедр. Они такие же названия имеют. И первые три года студенты учатся по общим программам в общих потоках, в общих группах, для того, чтобы они сознательно выбрали уже профилизацию. И в конце третьего курса проходит анкетирование, и по их заявлению они выбирают отдельный профиль. И уже четвертый курс они проходят спецкурсы, проходят практику по спецкурсам уже по выборному профилю. И в дипломе они получают соответствующий профиль, который я озвучила. А есть такой вопрос. Для поступления в магистратуру по химии нужно ли иметь научные публикации и авторские исследования? Нет, таких требований у нас нет. При поступлении в магистратуру достаточно диплома о образовании, это имеется до диплома бакалавра, и вступительные испытания, это у нас устный экзамен. Ну вот в этом году он будет, наверное, скорее всего в конце августа. Ну и раз заговорили о магистратуре, очень часто спрашивают, может ли человек, например, с гуманитарным образованием поступать к вам? Ну, запрета нет, скажем так. Но как опыт показывает, тяжело ребят с гуманитарным образованием учиться на магистре химии, очень тяжело. А с какого курса начинаются практические задания у ребят? Ну, скажем так, учебная практика есть в четвертом семестре, а уже производственная практика начинается с шестого, шестой, седьмой, восьмой семестр, очень много практики в восьмом семестре, а у специалистов практика это девятый, десятый, скажем так, 22 недели. 22 недели они занимаются экспериментальной работой, на основе которых они готовят выпускную и коллекционную работу. А вот мы поговорили в начале о бюджете, а сколько стоит все-таки контрактное обучение в химическом институте? Ну, вот на сегодняшний день пока точная стоимость не установлена, но мы заявили стоимость поступления, значит, за один год на направление химия и фундаментальная прикладная химия 151 тысяча, на педагогическое образование 132 тысяча, и магистратура соответственно 161 тысяча. А еще у нас спрашивают, как у вас обстоят дела с научными конференциями? Ну, у нас есть конференции и студенческие вы имеете в виду, да? Да, да, да. И в нашем университете, то есть итоговая студенческая конференция, она проходит ежегодно, но наши студенты участвуют в конференциях и российских, и международных. Надо сказать, что в этом плане очень администрация очень хорошо помогает, в том плане, что оплачивается и проезд, и соответственно жилье, если это в пределах страны, наши ребята часто есть в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, другие города, где проводят те или иные конференции, олимпиады по химии. Вот как вы из ролика видели, наши студенты также ездят и за рубеж для участия в соответствующих олимпиадах по химии, и естественно получают там, достойно выступают и получают соответственно дипломы и грамоты. На самом деле есть у нас еще любимый вопрос всех абитуриентов. Вот, закончив химический институт, где я могу работать? Может быть, есть какие-то примеры, куда идут прям массово? Ну, мы говорим выпускники-химики, бакалавры. Ну, поскольку бакалавриат, это, конечно, уровень высшего образования, но все-таки это начальный уровень, поэтому чаще всего это химики-лаборанты, химики-инженеры, но более востребованы у нас химики-специалисты, вот они работают химиками-инженерами, химики-научные сотрудники, это младшие научные сотрудники, затем уже рост старший, просто научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, то есть здесь вот перспективы роста большие, поскольку у нас прием не очень большой по сравнению с Казанским химическим национальным технологическим университетом, поэтому ребята как-то больше идут именно в научном направлении и себя так готовят, и поэтому сказать, что где-то более 50% наших выпускников идут в магистратуру и в аспирантуру, и поэтому себя видят именно как научные деятели, и поэтому многие казанские научно-технические лаборатории с удовольствием берут наших выпускников. Если говорить о направлении педагогическое образование, там готовят учителей по химии. Надо сказать, что это направление на сегодня очень востребовано, ежегодно к нам из Министерства образования Республики Тарстан поступает 60-80 заявок на учителей химии, поэтому пожалуйста, поступайте, учитель на это направление, и вы найдете работу достойно в том месте, где вам понравится. А скажите, уже известны сроки подачи документов? С какого числа по какое касаемо бакалавриата, магистратуры, аспирантура? Прием начинается с 20 июня, и как сегодня сказали, министр образования Российской Федерации вчера озвучил, заканчивается прием 17 августа. Но пока в университете официальных документов нет, но уже, поскольку это на телевидении было озвучено, мы можем уже говорить, что с 20 июня по 17 августа будет проводиться прием заявлений от абитурентов. Это касается и бакалавриата, и магистратуры? поправлений. А на какие три смежные специальности я могу подать заявление? По вашему желанию, пожалуйста, на любые три. То есть это не обязательно, если вы интересуетесь и химией, и биологией, возможно, еще какая-то смежная дисциплина вас интересует, вы можете выбрать три параллельно, или вы можете внутри одного направления выбрать разные профили, или вот как наши абитуриенты часто делают, когда они колеблятся, не знают, что выбрать, бакалавриат или специалитет, мы им предлагаем сразу подавать заявление и на бакалавриат, и на специалитет, поэтому вот такой выбор тоже реализуется. А как обстоят дела с общежитиями для иногородних студентов? Ну вот уже традицией является в нашем университете, у нас есть очень хорошие условия в деревне универсиада, ну и поэтому надо сказать, что первые первокурсники всех институтов внутри Казанского федерального университета их устраивают вот в деревне универсиада. Условия жизни там очень хорошие, можно сказать, что они приравнены к условиям гостиничного типа, что там комнаты совмещенные с кухней отдельно на троих, на двоих даже, двухместные есть номера, то есть условия жизни очень хорошие. Давайте еще поговорим такой классический вопрос есть у нас, он касается подачи документов. В этом году приезжать лично нужно, не нужно, можно, нельзя, то есть вот как с этим обстоят дела? Ну вот у нас ситуация коронавирусная то есть эпидемиологическая достаточно сложная в стране и я так думаю никто не возьмется сегодня прогнозировать когда все это закончится, но уже озвучено, что прием документов точно будет проходить дистанционно, то есть абитуриент заходит соответственно на сайт приемной комиссии, заводит там себе личный кабинет и подает, прикрепляет все требуемые документы, там все это расписано и как нам сказали оригиналы привозить до 17 июля, нет, августа, получается августа не надо, но все-таки скорректировать что конкретно надо для того, чтобы точно вы были зачислены число студентов, возможно в августе все-таки придется или позвонить или как-то выяснить дополнительно, потому что может все измениться впереди все-таки еще целых два месяца более чем два месяца поэтому информация может измениться но на сегодняшний день все документы оформляются дистанционно и оригиналы привозить не надо а у нас еще спрашивают про вступительный экзамен для магистратуры он тоже будет проходить дистанционно дистанционно он будет дистанционно мы будем проводить его на платформе Teams значит на опять же на сайте университета будет висеть расписание и там будет указана ссылка по которой абитуриент или желающий поступить в магистратуру будет заходить на эту страничку и участвовать соответственно в экзамене вступительном а еще нас спрашивают когда происходит но мне не очень нравится как звучит поэтому когда проходит заселение в деревне университета ну обычно во второй половине августа есть график заселения и ну где-то мы уже в начале августа знаем какой институт когда заселяется поскольку в этом году прием естественно сдвинулся почти но не на месяц но на три недели сдвигается то возможно заселение будет в конце августа возможно да но тем не менее расписание точно будет поэтому все это будет висеть на сайте то есть институт организованно заселяется в один день первый курс будет заселяться в один день и это будет указано в расписании давайте еще немножко поговорим про бюджетные места для иностранных граждан программа соотечественники реализуется или в институте ну вот на этот вопрос я точно не отвечу я знаю что только планируется опять же в зависимости того если у нас есть иностранные граждане которые из дальнего зарубежья они уже участвуют в вступительных экзаменах с 20 числа то есть 20 июня если говорить о иностранных граждан скажем так ближнего зарубежья то у них расписание будет экзамен соответственно позднее вот там отдельно по программе соотечественников у нас сквот нет поэтому экзамен будет общий и соответственно по результатам экзамена зачисляются иностранные граждане надо сказать что предполагается если ребята не смогут приехать в первом семестре что возможно и первый семестр будет проводиться опять же дистанционное обучение вот если опять же эпидемиологическая ситуация не улучшится к этому вопросу мы еще обязательно вернемся потому что он у нас прописан в плане и хотелось бы спросить насчет оплаты она происходит за семестр за год за полгода как ребята могут платить на первом курсе так по правилам оплачивается один год одно из требований первокурсников он будет зачислен на контракт если он оплатил обучение за один год потом можно платить по семестрову то есть это разрешается теперь давайте немножко так вот пофантазируем если вдруг первого сентября не открываются границы что будет с иностранными гражданами которые поступают вот как им быть в этой ситуации как для них будет проходить учеба так ну во-первых безусловно надо будет об этом известить деканат и в зависимости от количества иностранных граждан которые не могут приехать будут реализовываться дистанционные групповые занятия или индивидуальные то есть здесь будет решаться вопрос конкретно спрашивают спрашивают у нас еще такой частный вопрос а что насчет практики я могу ее пройти у себя в городе в своей школе если договорюсь с кем-то то есть я так понимаю человек хочет поступать на учителя химии так ребята здесь не только договоренность должна быть здесь должен быть заключен договор получается если это касается школы договор между получается дирекцией этой школы и администрацией казанского федерального университета это не просто так я пришел и договорился то есть это вот официальный такой должен быть документ если такой документ будет оформлен пожалуйста вы имеете право проходить практику там где вы хотите ну и логично на самом деле вопрос действует ли целевое обучение на педагогическом направлении целевое обучение есть у нас на всех направлениях по нормативу это не более 10% от получается квоты ну и как вот его оформить какие документы нужны то есть в каком формате вообще как как это сделать абитуриент по этому поводу вам лучше обратиться в приемную комиссию вам дают соответственно телефоны где вам дадут квалифицированную соответственно помощь но естественно если вы хотите поступать в направлении химии направление должно быть или от химического предприятия или соответственно от школы должен быть запрос ну и вот каким образом этот запрос он должен проходить безусловно через министерство образования то есть как это выполнить какие документы для этого подать вам лучше соответственно скажут приемной комиссии еще вот вы озвучили отвечая на вопрос про практику в школе где найти человеку это тоже шаблон договора который должен заключен между университет он висит на сайте университета то есть вы на сайте находите раздел практика и там естественно форма предлагаемая университетом она есть для соответственно учебной производстве практики хорошо есть у нас еще вот такой вот вопрос не планируется ли сдвинуть начало учебного года если какая-то информация по этому поводу но насчет планируется может быть все что угодно но на этот вопрос лучше ответить министерство науки высшего образования то есть министр наш вольков пока на эту тему не говорит есть только слухи о том что возможно будет перенос но это будет касаться только первого курса 2 3 4 и специалитет 5 они будут учиться с 1 сентября а стоит ли поступать если я не хочу работать в лаборатории дробь быть научным сотрудником но уже не только может быть научным сотрудником вы можете работать но в любое организация в любом учреждении где есть химической лаборатории но надо сказать это это же может быть какая-то компания это может быть компания государственная коммерческая коммерции вы сами знаете но химия на вездесущая на везде есть этой косметика это медицина это бытовая химия ну что это криминалистика то есть тут перебирать очень можно много то есть везде любой структуре где есть химическая лаборатория вы можете найти себе применение но не забывайте и нефтехимическая отрасль тоже утра связанная с химией еще абитуриентов до сих пор остался вопрос хотя этот миф вроде бы как бы развеяли нужно ли будет электронная подпись для заявления вот на этот вопрос я тоже не отвечу я слышал эти слухи да и слышал даже стоимость сколько будет отстоить но будем ждать конкретных решений страны опять же министерства науки образования на самом деле этот вопрос даже ответь я потому что господа казанский федеральный университет уже официально заявил что электронная подпись для поступления в этом году не нужно а есть нас такой вопрос какие перспективы у химика аналитика но мне кажется перспективы как и любого химика но поскольку я сама химик аналитик я сама имею профиль аналитическая химия но и поэтому естественно когда мы говорим о профилизации всегда такие интересные цифры говорим что ежегодно 80 90 процентов выпускников работают так или иначе потом химиками аналитиками они может могут работать на оргсинтезе в нижнекапсе оптихимии на любом но будут выполнять аналитические химические эксперименты аналитические химические работы то есть по существу они будут работать химиками аналитиками смотрите какая кафедра считается самой популярной среди студентов то есть я на немножко перефразирую куда больше всего поступает абитуриентов но у нас поступать на направлении химия поэтому я не могу сказать куда сразу лучше поступает у нас этот конкурс проявляется именно вот в шестом семействе на третьем курсе и надо сказать год год на год не приходится в один год очень популярным является направление органическая химия другой год направление оригинальной является физическая химию следующий раз большой конкурс на кафе аналитическая химия здесь видно большое влияние оказывает сам преподаватель который заинтересовал студент то есть насколько интересно велись занятия по той или иной химии а какой конкурс на одно бюджетное место на педагогическом направлении ребята приходите к нам возьмем всех лишь бы было желание на самом деле этот вопрос традиционно интересует абитуриентов поэтому но главное сдать сдать не на двойки егэ по тем дисциплинам которые сказала нас еще спрашивают будут ли учитываться какие-то индивидуальные достижения при поступлении да там естественно то есть вы набираете баллы по трем по результатам трех егэ и дальше если дополнительный балл вы получаете если вы имеете золотой медаль если вы являетесь призером каких-то олимпиад но именно по профилю химия поэтому русский язык в этом в этом случае не учитывается но и какие-то отдельные если портфолио есть там какие достижения вот скажем так на страничке приемной комиссии все это расписано то есть какое количество баллов непосредственно за какие дополнительные грамоты или достижения выделяется ну и безусловно популярный вопрос первому курса назначается стипендия и соответственно как можно и расширить за счет какой-то может быть научный не первому курса а в первом семестре выделяется всем студентам которые поступили и выделяется академическая стипендия сто процентов все студенты будут получать академическую стипендию но кроме естественно студенты которые поступили на контрактное обучение а уже начиная со второго семестра академическая стипендия начисляется только после по результатам успеваемости если ребята сдают сессию на четверки и пятерки они получают академическую стипендию если нет то естественно нее не получает но есть еще и социальная стипендия социальная стипендия назначается ребятам которые приносят справки и соцзащиты о том что их семья нуждается в социальной помощи большое спасибо за столь подробные ответы а я напоминаю что у нас в эфире был инсталайв с химическим институтом имени александра михайловича бутлерова казанского федерального университета на ваши вопросы дорогие абитуриенты отвечали заместитель директора лариса геннадьевна шайдарова и координатор по международной деятельности юлия александровна лексина всего доброго до новых встреч и и и Субтитры создавал DimaTorzok